МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Останки на остановке. Ребёнок под колёсами и гость из Якутска. Наша задача – город приумножить, сделать его красивее, лучше и передать нашим детям. Улан-Удэ против районов Бурятии. Конкурс к столетию республики. Я хочу поблагодарить организаторов выступки. Большую работу вы сделали. Мы сегодня её оценим, думаю, очень хорошо. Век с кисточкой в руках. В Улан-Удэ открыли выставку изобразительное искусство Бурятии 100 лет. Байкал, он прекрасен в любое время год. 12 тысяч квадратных метров релакса. Когда откроют отель на Байкале? Потому что тут я родился. Цвети, родная Бурятия. Улан-Удэнцы о республике. Вы смотрите новости на АТВ. В студии нам жил Коновалов. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о самых важных и громких событиях республики к этому часу. Антон Симонов начнет с главного заря. В Улан-Удэ под колеса автомобиля попал ребенок. Вчера вечером 30-летняя водитель Тойота ВИД совершила наезд на 4-летнего малыша на самокате во дворе проспекта строителей 78А. В результате ДТП мальчика госпитализировали в ДРКБ с переловом правой большеберцовой кости. Точную причину дорожно-транспортного происшествия установят специальное расследование. Госавтоинспекция Республики Бурятия напоминает. Отпуская ребенка на улицу, проговаривайте с ним безопасный маршрут его пребывания на улице. Посмотрите с ребенком основные опасности, предупредите его и требуйте от него, чтобы он неукоснительно ездил только по этому маршруту. Что касаемо водителей, уважаемые водители, будьте предельно внимательны, выезжая в дворовые территории, проезжая остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, снижайте скорость движения. Накануне Улан-Удэнка обнаружила необычную находку. Около остановки общественного транспорта девушка заметила чьи-то останки. Она сразу же позвонила в полицию. Утром 1 июня в дежурную часть отдела полиции номер 1 Управления МВД России по городу Улан-Удэ обратилась местная жительница, которая по пути на остановку общественного транспорта обнаружила на земле останки. На место выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что останки принадлежат животному. В республиканском психоневрологическом диспансере появился новый главврач. Должность заняла Татьяна Ирикбаева. С 2019 года она заведовала психиатрическим отделением 437-го военного госпиталя Минобороны России в Улан-Удэ. О назначении Ирикбаевой в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Татьяна Сергеевна – квалифицированный врач и опытный организатор. В 2009 году окончила Бурятский государственный университет по специальности «Лечебное дело». В 2012-м – клиническую интернатуру по психиатрии. Имеет профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Напомню, предшественником Ирикбаевой был Виталий Гриф. В феврале этого года он скончался на 63-м году жизни. Теплые поздравления от министра обороны Монголии. Генерал-лейтенант Гюрсидин Сайхан Бояр отправил Алексею Циденову письмо с поздравлениями к юбилею Бурятии. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских отношений во всех сферах. От всего сердца поздравляю вас и весь народ Республики Бурятия со 100-летним юбилеем со дня образования Республики Бурятия. Традиционное добрососедское отношение между Монголией и Российской Федерацией, включая монгольско-бурятские отношения, успешно развиваются во всех сферах. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов вашей деятельности и дальнейшего процветания всему народу Бурятии. Глава Якутска Евгений Григорьев прилетел сегодня утром в Улан-Удэ. Он примет участие в поздравлении столетия Бурятии и обсудит вопросы сотрудничества между городами. У наших гостей насыщенная программа. 3 июня у Евгения Григорьева запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Улан-Удэ и Якутском, осмотр общественных и дворовых территорий, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда» и по проекту «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». В ходе осмотра планируем обсудить ряд вопросов. Прежде всего, это задачи благоустройства наших городов. В Улан-Удэ началось празднование столетия Республики. Сегодня с 11 утра на главной площади города в рамках выставки-презентации «Моя малая родина» стоит юртычный городок и несколько ивенкийских чумов. Дорж Сибиданов с подробностями. Сейчас на площади Советов буквально Бурятия в миниатюре. Каждый район в рамках смотр-конкурса привез сюда самое лучшее и самое интересное. От достижений в экономике и промышленности, и вплоть до культурных традиций. Давайте посмотрим, чем гордятся в республике. Здесь у нас люди могут ознакомиться с выставкой. Раритетные материалы – это наше месторождение. Вторая у нас по значимости, конечно, это металлургия и лесная отрасль. Тоже вся продукция представлена на стендах. Кроме этого, у нас есть и краеведческий материал, который плавно перетекает на потенциал тур-отрасли. На этой прекрасной карте у нас показаны все точки, куда у нас могут приезжать люди, что у нас могут посмотреть. А еще в Закаменской юрте всем желающим устраивали виртуальный тур по району. Здесь же можно было примерить на себя роль шахтера. Следующей точкой нашего небольшого путешествия стал Баунтовско-Эвенкийский район. Здесь мы нашли и главу Бурятии, который попробовал местные деликатесы. Но известен район не только этим. Основная отрасль Баунтовского района – это, конечно, добыча золота. На территории Баунтовского района у нас также добывается уран. Последние два года по результатам экономической деятельности Баунтовский район занимал первое место в третьей группе численности населения до 20 тысяч человек. Осматривая юрты районов, наше внимание привлекла одна очень яркая женщина. Как оказалось, она из Москвы и в Бурятии по рабочим делам. Я в восторге. Я восхищена людьми, которые вот все это создали. И я хочу всему бурятскому региону, всей республике пожелать самое главное – вот сохранять вот те традиции, которые веками создавались. Бурятия, зажигай! Каждый район представляют удивительные люди, которые создают не менее удивительные вещи. Но особо тронул Хоринский район, где есть уникальные мастера. Мы представляем наших мастеров. Это Бадмадаржо Юрьевич, умелец, делает изделия из дерева. Это Сакту Ачирович делает изделия из березы, тоже вот из дерева. Хоринский район отмечает вековой юбилей наравне с республикой Бурятии. Мы сто лет уже шагаем дружно, ногу в ногу, с республикой. Посмотреть на все это своими глазами можно будет и завтра. Выставка будет работать с 11 утра и до 9 вечера. Возрастное ограничение – 0+. Дорж Себеданов, Байр Дугаров, телекомпания АТВ. Верхнеудинск переименовали в ЛНД 89 лет назад. Но история столицы Бурятия началась гораздо раньше – более 350 лет назад. За это время прошло тысячи, а может и миллионы изменений. Сейчас узнать, как это было, особого труда не составит, поскольку на дворе век интернета. Другое дело, когда историю можно не только послушать, но и дотронуться до нее. Это и есть одна из задумок смотр-конкурса муниципалитетов республики, посвященная столетию Бурятии. Разумеется, столица региона не могла пропустить такие соревнования. Для презентации столицы Бурятии администрация Улан-Удэ установила самый большой шатер среди всех районов участников. Он расположился у главного входа мэрии. В хорошем обычном, отвергнутом, отвергнутом, отвергнутом. Прошло. В презентации, где вас проведу я, мэр города Улан-Удэ. Зовут меня Шутенков Игорь Юрьевич. Для конкурсной комиссии Игорь Шутенков рассказал историю города, его культуру и достижения. Их, к слову, немало. Это развитие дорог, строительство детсадов, школ, больниц, а также обновление других соцобъектов. Вдобавок, город презентовали и достижениями в области экономики, промышленности и туризма. И я уверен, что при помощи главы Республики Бурятия, при помощи правительства, при поддержке федерального центра, мы сделаем так, чтобы наши дети жили в современном, красивом, комфортном и удобном городе. Да будет так. Также гостям продемонстрировали картину будущего Улан-Удэ. Мастер-план, утвержденный президентом России, откроет новые границы для развития города. У столицы Бурятии есть все шансы на победу. Однако претенденты в лице районов Республики тоже хорошо подготовились. Ведь главный приз конкурса – полмиллиона рублей. Наша задача – город приумножить, сделать его красивее, лучше и передать нашим детям, нашему будущему поколению. Алтана Мункуева, телекомпания АТВ Более тысячи человек сегодня приняли участие в республиканском смотр-конкурсе «Мини-Тонта» – «Моя малая родина». Разумеется, мероприятие приурочили к вековому юбилею Республики. Столица Бурятия тоже приняла активное участие. Валерия Ренчинова продолжит тему. Сегодня на площади Советов проходит республиканский конкурс «Моя малая родина» в честь векового юбилея Республики. В нем принимают участие творческие коллективы «Улан-Удэ» и районы в Бурятии. Мы представляем городу «Улан-Удэ». Там у нас будет такая 20-минутная большая композиция, в которую входят сольные номера, есть дефиле, есть совмещенный наш номер с семейскими янтарями, так как у нас многонациональная республика. Мы будем представлять два вида культуры танца – хип-хоп и народный. Я, конечно, не из Бурятии, я приезжая, но она мне уже очень сильно полюбилась. Масштабно выступил столичный творческий коллектив из более 400 человек. В составе заместителей мэра города, руководителей структурных подразделений администрации «Улан-Удэ», депутатов горсовета, педагогов, работников коммунального хозяйства, школьников и воспитанников досуговых центров. Подготовка шла в течение месяца. Мы хотели сделать какие-то такие изюминки. Автор местный, Ольга Ларионова, написала песню «Улан-Удэ, ты мое вдохновение». И мы с таким вдохновением сегодня исполнили. Победители конкурса объявят завтра, 3 июня. За первое место участники получат приз полмиллиона рублей. За второе – 400 тысяч, за третье – 300 тысяч рублей. Остальные коллективы получат по 100 тысяч за участие. Валерия Ренчинова, Жаргал Артенеев, телекомпания АТВ. Слияние культур в одно большое направление в творчестве. Именно в такой концепции сегодня в «Улан-Удэ» открылась выставка «Изобразительное искусство Бурятии 100 лет». Прикоснулся к прекрасному и узнал о развитии современных артистов и наш корреспондент Кирилл Мешков. Друзья, всем привет! Уже через пару минут в творчестве на музее имени Сампилова откроется выставка «Изобразительное искусство Бурятии 100 лет». Пойдемте пообщаемся с ценителями прекрасного и посмотрим, что же там интересного. Более 500 экспонатов собрали в одном месте. Здесь и традиционная бурятская чеканка, и гобелина из конского волоса, и, конечно, живопись. Зрители могут увидеть работы первых художников Бурятии – Таринжапа Сампилова, Романа Вардегеева и Александра Хангалова. Именно они привезли сюда знания традиционного европейского искусства. Первый зал, который встречает гостей, символично объединяет две культуры. С правой стороны мы можем видеть традиционное русское искусство, посередине традиционное буддийское, а если пройти дальше по коридору налево, то там уже будет традиционное бурятское. Вообще «Изобразительное искусство Бурятии» оно вышло из русского искусства и в XVII веке – буддийское искусство. Вот из этих величин вышло бурятское то, которое мы говорим сто лет бурятскому искусству. Поздравить с открытием приехали глава Бурятии Алексей Циденов и председатель народного хурала Владимир Павлов. Как рисовали наши художники, творили, отворожали действительность того времени, как это происходит сейчас, все можно увидеть здесь. Всех поздравляю со столетиям, с юбилеем нашей республики. И хочу, чтобы у всех у нас все было хорошо. Расслеживается вклад каждого жителя, каждого талантливого человека в развитие нашей родной бурятии. Сегодня мы своими глазами увидим. Я хочу поблагодарить организаторов выставки. Большую работу вы сделали. Мы сегодня ее оценим, думаю, очень хорошо. Выставка расскажет о всей истории развития искусства бурятия от первых художников до современных артистов. Например, здесь можно вживую увидеть работы Даши Намдакова. Я приехала из города Тверь. Много очень нарядных людей, радостных. И вообще видно, что люди с радостью встречают этот праздник. Ну вот и все, друзья. Развивайтесь и ходите в музей. А с вами были Кирилл Мешков, Александр Семенов и телекомпания АТВ. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Байкал, он прекрасен в любое время года. 12 тысяч квадратных метров релакса. Когда откроют отель на Байкале? Потому что тут я родился. Цвети, родная бурятия. Улан-Уденцы, Республики. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Две колбасы по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Больше никакого отдыха дикарем. На Байкале строит туристический комплекс «Гринфлоу». Как продвигается строительство и что интересного приготовили для отдыхающих, узнавал Кирилл Мешков. Друзья, всем привет. Вы, наверное, уже заметили, что мы в каске и специальном жилете на берегу Байкала. Мы на месте строительства нового туристического комплекса «Гринфлоу» недалеко от села Турка. Чего же ждать жителям Бурятии и гостям Таежно-Озерной? 12 тысяч квадратных метров релакса и 7 гектаров нетронутой природы. Все это новый туристический комплекс «Гринфлоу Байкал». Здесь будет и СПА-комплекс с термальными источниками, и медицинский центр с восточными методиками лечения. И целых 4 ресторана ценник обещают сделать средним по Бурятии. Главная особенность этого туристического комплекса – полная экологичность. При строительстве не пострадало ни одно дерево. Даже вот такие вот маленькие елочки вписали в архитектурный план. Вот такой качественный туризм не тогда, когда турист на своей машине, со своей палаткой приехал в кустах пожил, оставил кострище, оставил мусор и уехал. Этот туризм не дает не экономического эффекта, дает только экологическую нагрузку. А вот цивилизованный туризм с хорошей инфраструктурой – это в первую очередь сохранение экологии. Здесь нет выбросов, нет хорошей очистки, нет оставленного мусора. Сейчас проект на стадии Котлована. Корпорация «Туризм.РФ» выделила более 300 миллионов рублей, чтобы ускорить постройку. Государство поддержало развитие туризма на Байкале и разрешило строительство здания в центральной экологической зоне. Как говорят организаторы, инспекцию пройти было нелегко, но они выполнили все условия по защите Священного озера от пагубного влияния. Здесь будет большое количество отдыхающих, туристов, не только с России, но и со всего света. Но приезжать сюда можно будет круглый год. Байкал, он прекрасен в любое время года. Комплекс рассчитан на 17 тысяч отдыхающих в год. Летом организуют туристические поездки на Альхон и в Баргузинские долины. Зимой – пешие походы по льду Байкала. Сдать туристический комплекс «Кринфол» обещают к апрелю 2025 года. Кирилл Мешков, Жаргал Иданеев, Телекомпания АТВ. Накануне во всем мире отметили День защиты детей. Улан-Удэ не стал исключением. Праздничные концерты прошли в самых крупных парках города. На одном из таких побывал наш корреспондент Александр Зуев. Об играх с аниматорами, о пеной вечеринке и бесплатных сладостях смотрите далее. Друзья, всем привет! Сейчас мы находимся в парке «Юбилейный». И сегодня именно здесь отмечают День защиты детей. Ребятишек ждутся игры с аниматорами, бесплатное мороженое, аквагрим и многое другое. Сейчас расскажу обо всем по порядку. В парке «Юбилейный» собрались тысячи детей. На протяжении всего праздника их развлекали аниматоры. За некоторые конкурсы ребята даже получали подарки. Например, билеты на аттракционы. Кроме того, дирекция по паркам раздала совершенно бесплатно 500 стаканчиков мороженого. Также ребятам делали аквагрим, а наша телекомпания и радио МСМ дарили шарики. Хочешь шарик? Готовы? Держи. Держи. Ты тоже хочешь шарик? А какой ты хочешь? Красный или синий? Тебе спасибо. А ТВ хочешь? Я просто знаю там Настю. Вот это. Настю Басконян. Не обошлось и без рисунков мелом на асфальте. Такую акцию традиционно проводят во множестве стран мира. Но больше всего дети ждали конец программы. И вот почему. День защиты детей учрежден больше 70 лет назад во Франции. Его суть – призыв обратить внимание на проблемы ребенка. Также праздник призывает защищать и отстаивать их права. Улан-Уденцы поделились со мной тонкостями воспитания своих чад. Как воспитывать детей? Что самое важное? Самое главное – всегда быть на волне с ребенком. Быть веселым, энергичным, позитивным. И ребенок такой же будет. Ну ты, пряник. Чтобы уважали трусных, слушать родителей. Они сидели за телефонами и планшетами. Хорошо учились в школе. Нужно вкладывать все самое лучшее. Стараемся его ни в чем не ограничивать. А не избалуете его так? Ну, в меру. Самое главное – чтобы дети были счастливы. Пусть их самые лучшие годы пройдут незабываемо. С вами были Александр Зуев, Ренчин Павлов, Радио МСМ и телекомпания Возможно, вы уже видели в нашем эфире или в соцсетях большие интервью о жизни спортсменов из дома Иржины Будаевой. В них мы рассказываем о нелегком пути принятия себя, о том, как не сломиться и обрести счастье. По-настоящему честные, искренние и откровенные истории. Знакомьтесь, герои проекта «Я могу». Когда она сюда пришла работать, сразу видно, когда молодая девушка приходит здесь работать. Просто здесь коллектив был такой, как бы постарше был, а потом молодой человек, когда молодая девушка приходит, сразу внимание падает. В глаза бросается. Да, в глаза бросается. Тем более, и вот так, как бы. Ну, а я сразу его заметила. Сразу заметила. Видный. Мужчина. Я лежал, я думаю, мне только вот элементарно просто сесть в коляску, и я буду заниматься всем по максимуму. Вы, наверное, пятая, кто меня спрашивает, сколько медалей. Я говорю, к своему стыду, я не знаю, надо пересчитать. Даже пример, вот надо пересчитать. Увидел просто, что там молодой человек приставал к девушке, ну, и там у нас получился конфликт. И все. И вы пострадали. Да, ну, я просто заступился за эту девушку, как бы, и вот вернулся, и он ножом меня ударил ножом. Тут, когда вот, ну, один проживал, я, наоборот, об этом мечтал. Я думаю, вот моя мечта вообще, вот, реально, сбывшаяся моя мечта, это вот моя семья. А личное счастье, как у вас? Есть? Вот где-то, пока ходит. Где-то, пока ходит вокруг, никак дойти не может. Надеюсь, дойдет. Были когда-нибудь такие мысли? Вот почему мне это? Почему я? Да, я думаю, за что? Ну, иногда так думаю. Ну, сейчас я уже смирилась. Ну, вообще, некогда об этом думать даже, можно сказать. Наверное, главное заполнить свою жизнь, да, чем-то? Да. У меня есть семья, любимая дочка, любящий муж. Люблю свою семью. Роственников очень много. Общаемся. И вот в 2009 году на первых соревнованиях там по амрестлингу чужой атлетик первый выступал. И вот, и занял первые места, и с тех пор вот такой. Каждый год пирамид занимает. А вы любили, любите? Ну, замужем я была. Там мне не понравилось. Получается, что я же такая, меня удержать же очень-очень-очень сложно. И я свободолюбивый человек такой. Ну, еще и сильная женщина, да. Да, и у этого, да, да. Ну, у нас мечта завести еще одному. Не завести, как правильно сказать. Родить еще одного ребенка. Чтобы комплект. Да, чтобы был полный комплект. Две девочки, два мальчика. Редактор субтитров А.Семкин А насколько вы хорошо знаете родной край? Валерия Ренчинова подготовила для горожан каверзные вопросы о Бурятии. Попробуйте ответить на них и вы. Новый выпуск «Улан-Удэ-Лайф» прямо сейчас. Уже завтра Бурятия отметит свой вековой юбилей. В честь этого мы решили выйти на улицы города и поговорить с улан-уденцами о республике. Поехали! Что мы отмечаем, скажите ли, Бурятии 3 июня? Третьего. Третьего. Ну, республика отмечает, я не знаю что, но я отмечаю Милан. Не знаю. Третьего. Мы сегодня проверяем знания улан-денца по нашей республике. Какое растение не упоминается в гимне Бурятии? Багулька, черемуха, брусника или сосна? Ну, либо черемуха, либо брусника. Ну, возможно, брусника. Сосна. Верно. Сосна, да. Самая высокая гора в Бурятии. Ну. А, Хамрадзабан. Да. Мунбатор. Мунбатор. Гобату. Может быть, муку сортит, но не будет. Верно, верно. Что изображено на флаге Бурятии? Что у нас изображено на флаге Бурятии? Наташечка, вы же проходили в стадики? Байкал изображен, горы изображены, светило. Там изображено огонь, солнце и месяц. За что вы любите Бурятию? Ну, потому что тут я родился. Ну, потому что она красивая. Самая родная, самая близкая по духу вообще. И приветственная. Кате, привет. Самый прекрасный город. За нашу непредсказуемую погоду. За то, что она всегда радостная, солнечная. Что бы вы хотели пожелать жителям Бурятии, вообще самой Бурятии? Бурятии что бы пожелал? Дороги хорошие, я думаю. Свети родное Бурятие. Не искать счастья где-то на стороне, а пытаться построить счастье здесь, у нас, у Ланды, развивать. Чтобы никто не мусорил в лесах и не загрязнял ничего. А что бы вы пожелали нашей республике, пишите в комментарии. А с вами были Валерия Ренчинова, Александр Семенов, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей в телеграм-канале АТВ. Вступайте в него по QR-коду на экране. С вами был нам Жил Коновалов. Всем хороших выходных. Для вкусного чаепития в Абсолюте. Купи печенье Американо, получи печенье ванильное в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика СССР. Такую выгоду нельзя пропустить. В Оптике СССР скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Приходите в Оптику СССР. Улан-Удэ Стальмост является одним из крупнейших предприятий по производству металлоконструкций. На завод требуется электросварщик, токарь, термист, свесор-электрик по ремонту оборудования, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, водитель автобуса, мастер-цеха, комплектовщик, инженер-конструктор, технолог, бухгалтер по расчету заработной платы, секретарь руководителя, телефон 505-505, добавочный 105 или 8-991-426-87-19. Ставь частью нашей команды.